здравствуйте меня зовут Фёдор Васильев я продолжаю серию уроков по Adobe Muse по виджетам и в этом уроке я хочу вам показать интересный инструмент с помощью которого вы сможете делать мультяшные эффекты кнопки например типа вот такого причем мы можем на элемент добавлять помимо одной анимации еще несколько видов анимации чтобы было буквально как прям взрыв фейерверк эффектов это пример на моем сайте лендинге который я сделал на Muse также я сейчас вам покажу вот вы видите меню якорное меню например я кликаю и вы видите какой срабатывает эффект ну и прокручивает сайт это обычный якорь например о курсе другой эффект здесь другой эффект оформление заказа вы видели эффект на кнопке и поддержка давайте рассмотрим данный виджет переходим в программу Adobe Muse внимание данный виджет вы сможете скачать на моем сайте ссылочка будет под этим видео перед скачиванием если вы не зарегистрированы на моем сайте нужно пройти регистрацию чтобы вы могли скачать данный виджет виджет устанавливается обычным образом после установки виджета я его поместил уже заготовленную свою папку со своим названием вы увидите у виджета а вот такие вот элементы то есть тут достаточно много первое что мы делаем это фирс верхний элемент мы его обязательно вытягиваем на сайт он должен просто находиться на сайте без этого инструмента у нас ничего не будет работать и важный момент он должен быть на самом верху то есть выше элементов кнопки сейчас вы поймете то есть смотрите следующий вот айкон анимация 1 но ее вытягиваем на сайт вот смотрите вот таких вот кнопок иконок может быть сколько угодно на сайте и они должны быть расположены ниже вот этого основного элемента если одна из кнопок будет находиться выше данная кнопка работать не будет вот так вот здесь устроена и давайте рассмотрим настройки данного элемента первые мы пока не трогаем дальше у нас идет список из существующих иконок то есть это шрифтовые иконки я выбираю какую-то произвольную нас идет подгрузка виджета и вы видите как меняется здесь иконка дальше иконка сайт это ее размер можно увеличить или уменьшить размер иконки меняя здесь цифру и давайте на данном этапе перейдем в файл предпросмотр страницы браузере посмотрим что мы имеем сначала мы видим иконку нас темно-синяя я кликаю вы видели произошла анимация и иконка стала светлый синий здесь мы видим все цвета то есть темно-синий вот у нас эта иконка давайте выберем белую идет подгрузка виджета сменился цвет на белый а дальше самый последний цвет это тот цвет который появляется после клика на эту иконку я выбираю например здесь темно-зеленый итак смотрите белый цвет у нас иконка по умолчанию здесь выбирается нижний цвет появляется то есть иконка меняется когда мы кликнули на этот элемент и два цвета анимации то есть давайте попробуем взять ярко-фиолетовую анимация 2 точнее цвет 2 я возьму ярко-зеленый и пойдем в предпросмотр видим белые кликаю анимация вы видели также сработала иконки не видно потому что цвет такой же как и бэкграунд при клике вы видите срабатывает анимация зеленый круг как раз таки заявится анимация который мы с вами задали и такие вот точки отходят ярко-фиолетовый соответственно этот элемент вы можете повесить ссылку то есть гипер ссылку дальше давайте я верну цвет здесь также поставлю белый чтобы было видно этот элемент дальше вы можете сменить курсор мыши на любую картинку вашу когда вы подводите курсор к вашему элементу вот сейчас вы видите я подвожу и меняется курсор на картинку которую я вставил также анимация работает то есть это делается здесь ниже вы можете загрузить ту картинку которую вам нужно или же выбрать курсор из представленных в списке здесь убирайте и смотрите курсор будет выбираться из заготовленных элементов давайте посмотрим дальше как добавить именно этой иконке дополнительную анимацию то есть смотрите там где у нас идет название icon анимацию идут перечисления то есть сколько видов кнопок можно сделать 16 и ниже идет join анимацию также здесь идет перечисление от 1 до 16 мы вытягиваем например первую join анимацию помещаем ее сюда и что здесь нужно сделать можно разместить ее рядом с нашей кнопкой заходим в нашу кнопку вот здесь вот идентификатор 1 соответственно если мы к этой кнопке вешаем дополнительные эффекты у этого элемента здесь тоже должен быть один то есть если мы вытягиваем icon анимацию кнопка 2 мы меняем здесь два и для дополнительной анимации также выставляем 2 то есть тем самым система понимает для какой кнопки как какую анимацию использовать и соответственно в этом элементе здесь есть два вида то есть два цвета анимации как сама анимация работает это нужно смотреть в предпросмотре браузера причем не обязательно брать первую вы можете взять например там не знаю 7 вытянуть на сайт здесь ведь уже три цвета анимации то есть тут уже совсем другая анимация давайте сначала здесь чтобы просто наглядно было видно мы с вами сменим например оранжевый и вместо фиолетового возьмем ярко-синий и посмотрим что это даст перейдем в браузер смотрите что происходит происходит то есть просто добавляется к нашей уже существующей анимации еще анимации причем работают сразу вот эти два элемента так как они находятся на холсте и имеет индификатор 1 то есть вот эти анимации цвета вы тоже видите задействованы то есть таким образом можно делать потрясающие вещи вот такие вот мне кажется как будто мультяшные эффекты что можно сделать еще давайте попробуем еще к этой кнопке повесить анимацию даже можно здесь ничего не менять у нас стоит единица смотрим ну происходит просто мега мега крутой эффект просто обалденный ну и соответственно вы должны уже догадаться как подключить вторую кнопку то есть я вытягиваю icon анимацию здесь я обязательно выставляю два дальше все по аналогии меняете на счета иконку и так далее и также для этой иконочки вы можете вытянуть какую-то дополнительную анимацию чтобы конечно же понимать какая анимация как выглядит вам нужно все их просмотреть самостоятельно я вытягиваю например восьмую анимацию здесь для второго для второй своей кнопки я выбираю двойку идентификатор меняем цвета например зажимают 2 и также мы можем посмотреть предпросмотре вот такие вот эффект у нас работают на одной кнопке расположена и вот первая кнопка сработала то есть вы видите какие потрясающие вещи можно делать соответственно якорь мы можем вешать сюда на каждую кнопку спокойным образом просто выделив кнопку да и повесить через ссылку якорь дальше что можем сделать еще можем зайти в нашу кнопку и отключить цвета просто выбрав перечеркнутый вариант у самой кнопки и здесь тоже таким образом чтобы не было видно иконки то есть вот этот инструмент мы помещаем например на текстовую область то есть задаем кнопку с помощью текста то есть как у меня в примере на сайте у меня не видно там иконок но мне нужен эффект как будто бы чтобы он срабатывал на тексте то есть сейчас на сайте не будет видно у нас этой иконки потому что мы света отключили но она здесь присутствует вот вы видите срабатывает но иконки нет вот такой вот виджет надеюсь урок для вас был полезным а дальше здесь объяснять нечего все остальное делается по аналогии если урок был вам интересен ставьте пожалуйста лайк и подписывайтесь на мой канал чтобы не пропустить новые и познавательные выпуски на этом я с вами прощаюсь и до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe muse или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостик сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс три года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция три месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акции вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую и так если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...